Всем привет! Вы на канале Дом Черной Совы и с вами Аня Хитрик. Сегодняшняя книга прозвучит для замечательного мальчика Марка и его не менее замечательной сестренки Киры. Итак, у меня теперь есть сестренка Катрин Леплан. Малышка пока прячется у мамы в животе, поэтому он такой большой. Однажды утром Мартин просыпается и идёт в спальню к родителям поздороваться с ними, но в спальне никого нет. Во всём доме тихо-тихо. Что же случилось? Мартин спускается по лестнице, и тут никого. Не могли же родители его бросить. Ему не по себе, и он зовёт «Мама!». На его зов приходит бабушка. Хм, почему она оказалась у них в гостях в такую рань? Здравствуй, Мартин. Ты уже проснулся? Папа с мамой уехали в клинику. Ночью у тебя родилась сестрёнка. Ах да, сестрёнка! Мартин совсем забыл о ней, а теперь обрадовался. Наконец-то ему будет с кем поиграть. Бабушка, можно на неё посмотреть? Конечно, милый, сегодня ты её увидишь. Довольный Мартин садится завтракать. В клинике Мартин видит маму. Она баюкает на руках маленькую сестрёнку. Мартин растерялся. Мама держит её бережно, словно сокровище, а сам он не может теперь залезть к маме на ручки. Место занято. Мама зовёт его. Иди сюда, Мартин. Смотри. Она спит. Твою сестричку зовут Анна, добавляет папа. Мартин подходит ближе. Ой, какая она маленькая. Сестричка почему-то не здоровается с Мартином. Она даже не открывает глазки. Такая крохотная. Ничего не умеет. Мартину скучно. Лучше уж он поиграет с папиным телефоном. Когда мама с сестричкой Анной возвращаются домой, в семье настоящий праздник. Родители с Мартином сидят на диване, обнимают его, играют и смеются. На завтра Мартину тоже хочется поиграть с мамой, но ей некогда. Она моет Анну, и у неё даже нет времени помочь Мартину одеться. Ты сам справишься, говорит мама. Ты ведь уже большой. Он хочет поиграть с папой, но и папа всё время занят. Пойдём погуляем, то и дело спрашивает его Мартин. Сейчас не могу, малыш. С Мартином папе гулять некогда. Зато когда у него на руках появляется Анна, он радостно восклицает. Какая же она хорошенькая. Мартин ничего не понимает. От него родители хотят, чтобы он был взрослым и самостоятельным. А сами души не чают в этой малявке, которая не умеет ни ходить, ни говорить. Зачем тогда ему учиться? Анна спит рядом с родителями. Они всё время таскают её на руках. И даже когда они не берут малышку на руки, всё равно говорят только о ней. Иногда она плачет. А плачет Анна громко-громко и долго-предолго. И иногда от неё плохо пахнет. Но родители всё равно смотрят на неё и умиляются. А он, Мартин, теперь никому не нужен. И тогда Мартин решил больше не умываться. Что с тобой, Мартин? Он не отвечает. Он больше ничего не хочет делать сам. Мама требует, чтобы он всё-таки умылся. И Мартин выходит из себя. Он плачет, кричит, топает ногами. Мама сердится и ругает Мартина. Мартин ужасно расстроен. Он обнимает своего плюшевого Мишку, ложится рядом с Анной и собирается провести так весь день. Ведь родителям нравятся только маленькие. Анна что-то ли печет? Вот не умёха, думает Мартин. Даже до своих погремушек не может дотянуться. За что её родители так любят? Мартин внимательно разглядывает сестрёнку. У неё такая забавная круглая рожица. Мартин гладит её щёчку. Малышка смотрит на него. И Мартин говорит. Привет, Анна, это я, твой старший брат. Она трогает его ножками. Вообще-то она смешная. И он берёт её крохотную лапку в свою. Мартин пробует лопотать, как малыши. Агу-агу-агу-агу. Анна открывает ротик и повторяет за ним. Агу-агу-агу. Это их первая игра вдвоём. Анна не умеет ни стоять, ни сидеть. И ходить тоже ещё не может. Как плохо быть маленькой. Я построю тебе замок, говорит Мартин. И перестраивает для неё свою башню. Мартин спрашивает у мамы. Можно мне подержать Анну? Держи. Только осторожно. И мама кладёт малышку на руки Мартину. Ого, какая тяжёлая. Он делает шаг. Другой. У него получается. Мартин чувствует себя очень сильным. Он несёт Анну к себе в комнату и объявляет своим игрушкам. У меня теперь есть сестрёнка. Вот, смотрите. Мама поглядывает на них с гордостью. Она рада, что у неё такие дети. У меня дочка-малышка и великан-сынишка. А тут как раз входит папа с мячиком. Ну что, Мартин, поиграем? Пап, ты же видишь, я занят. Ну что же, передавайте привет своим братикам и сестричкам. Всем пока, увидимся. У-у-у, ага, проухала мудрая птица-сова.